Теперь это еще интереснее. 12 специй, способствующих очищению. 14 слайд, да? Вот обратите внимание. Прокомментируйте, пожалуйста, что-то из своей, так сказать, области. Как вы к этому относитесь, к специям, которые способствуют очищению? Ну, прекрасно. Во-первых, конечно, если с конца начать, потому что я... Ну, тот же чеснок, конечно, одно из лучших желчегонных средств. И это прекрасно. И при противо... Когда паразитарно идет у нас очистка, это хорошо, потому что нельзя, чтобы желчь заставилась, и печень должна ее свободно выбрасывать, так сказать. И это антивирусное средство. И, кстати, я скажу, что и хрен, и, конечно, имбирь, и лук. Это все то, что можно и нужно применять. И не только, когда человек болеет, но и в качестве профилактики. Это прекрасные средства. И несмотря на то, что некоторые люди считают, что по Айурведе это, так сказать, такие средства уменьшают, скажем, нарушают или как-то препятствуют там мозговой деятельности или развитию вот этого, так скажем, умения причинно-следственными связями мыслить, и это неправильно. Совершенно никто это никогда, и даже из самых великих ученых, не замечал на себе. То есть... Но зато антивирусное, антигрибковое, антибактериальное средство, да, они обладают. Ну, куркума вообще, как правильно, вот противомикробная, я даже более того скажу, она еще... Есть очень хорошие полученные результаты применения куркумы, конечно, в общей системе, в комплексной, при лечении онкологии, кстати. Ну, вот, значит, я смотрю тут, это хорошая подборка, действительно, корица, имбирь, да, прекрасно. Человек же, изменив, извратив природу, научившись там варить, жарить уже несколько столетий, он, ну, так сказать, про тысячи лет не будем говорить, но как минимум много столетий, то человек просто утратил эти способности и получил ответную реакцию от природы. Это болезни, потому что, конечно, пища вареная дентурирует многие питательные и, так сказать, необходимые вещества, многие витамины не являются термостойкими. Белки сворачиваются при температуре 70 градусов, происходит полная необратимая дентурация белков, есть такое в биологии понятие. Это когда первичная структура белка разрушается, всё. И так далее, и так далее. Поэтому, вот, некоторые люди говорят, ну, вот, перейдя там на сроидни, есть какие-то проблемы. Дорогие друзья, проблемы у мясоедов есть? По-моему, у сотен миллионов мясоедов есть проблемы. Огромные проблемы. Потому что есть ошибки у всех людей, независимо, кто он по питанию. И только человек, который знает очень многое, хороший аналитик и так далее, может, способен проанализировать, понять эти ошибки. И вот главная задача каждого человека в силу своих возможностей научиться понять свой организм и понять свои ошибки, какие он сделал, а не пенять на природу, коль морда кривая, извините, ну, как по пословице. Потому что ошибки мы, люди, делаем, но не природа. А в природе есть чёткие законы, которые говорят, если свести их в плане питания и передачи энергии, вот к такой формуле, что только одна клетка способна передать другой клетке в полном объёме энергию и строительный материал, если она живая. Это не моё мнение, не Ольга Алексеевна, не кого-то, это вообще не имеет значения. Это законы природы. Так происходят обменные биологические все процессы в природе. И мы либо можем сопротивляться, то есть долбиться головой об стенку, либо мы можем это просто понять и всё остальное время направить на то, чтобы понять, а где же мы, если нам что-то не повезло, и мы неправильно какие-то ошибки сделали, в чём мы их совершили. Да, Юрий Андреевич, кстати, вот вы сказали про энергию, а я ещё хочу добавить про информацию. Конечно. Ведь мы через природу получаем не только энергию, а мы ещё информацию получаем. И, кстати, вот смотрите, критерий, вот, например, спирулина, она зелёная, да, и если бы мы её сварили, если бы мы её неправильно приготовили, она потеряла бы этот хлорофилл. Конечно. Вот, когда мы сушим укроп, он должен быть зелёный, когда мы сушим петрушку, она должна быть зелёной, да, когда мы берём люцерну, таблетку, хлореллу, спирулину, артишок, они должны быть зелёными, потому что только зелень вот эта природная, зелёный экран, служит качеством гарантии и, так сказать, натуральности, потому что всё, что мы сварим, не будет никогда зелёным. Оно будет, оно изменит цвет, оно изменит форму, оно нарушит энергию и оно нарушит информацию. Поэтому биологически активные добавки в некоторые, некоторые, делаю прямо такую сноску, можно назвать сырыми продуктами. Те, которые не изменили цвет, не изменили структуру, не изменили энергоинформационное наполнение. Безусловно, это не все, 100% не все, но вот такие продукты, как куркума или заферан, как форал артишок, спирулина, хлорелла, люцерна, они у нас в нативном виде, и на меня это очень радует, я за это очень горжусь. Я сейчас очень хочу важную добавку, как раз я сейчас, вот вы сказали о заферане, а у меня как раз картинка открыта с этим слайдом. Я что хотел нашим зрителям сказать? Я советую всем тем, у кого, ну не дай бог, ну если у кого-то есть тяжёлые воспалительные процессы, какие-то доброкачественные, не дай бог злокачественные опухоли, в общей методике лечения обязательно добавлять куркуму, вот этот препарат заферан очень в этом плане разумен и хорош, и подойдёт, и будет только благотворно сказываться на общую методику лечения. Какую бы выявить? Кстати, там не просто куркума, а там экстракт куркумы, там сам куркумин, который в 40 раз более и более доступный, чем именно сама куркума, потому что кто-то запах не переносит, кто-то вкус, а здесь капсулу маленькую глотнул, и нет никаких проблем. Конечно, поэтому, дорогие друзья, бывают такие исключения, вот меня спрашивают тоже, а как же я могу-то лисичек насушить, я говорю, во-первых, это надо месяц подряд, три раза в день принимать, во-вторых, сушить их до 38 градусов, потому что вещество, кстати, хиномоноза разрушается уже при 38 градусах, поэтому до 38. И, кстати, препарат лисичка, который у нас, мы его предлагаем нашим людям, это концентрированное вещество хиномоноза, то же самое, как и аналог, который Ольга Алексеевна привела за ферраном, что это концентрат действующего вещества, что многократно увеличивает эффективность.